здравствуйте уважаемые зрители сегодня будем моделировать с вами тарелку на которой будет присутствовать узор значит эту этот проект будет полностью закончен то есть он был сделан от начала до конца от модели до управляющей программы а также подбор инструментов и комментарий начинаем я произвольно выбрал в интернете вот такое вот блюдо чтобы в артками можно было потом все это весь этот узор сделать то есть плоскости ведь виде сверху здесь присутствует глубина тарелки и также внутри тарелки некий рисунок это дерево здесь какая-то может быть абстракция или или нет в общем по ходу действий что-то изменится что-то будем придерживаться оригинала или что-то сделаем свою итак начинаем начинаем мы значит моделирование нашей программе 3d max затем арткам и так далее арткам и мы закончим значит центрируем нашу модель здесь это не модель а заготовка то плоскость по которым мы будем делать объемную модель нас я сделал плоскость на нее набросил эту картинку и теперь можем спокойно модели также сделал настройки 3d max и миллиметры сантиметра простите чтобы было к чему привязаться чтобы это были и дюйма а именно метрическая система начинаем нашу модель со сплайна аналог арткамовского аналога арткамовского вектора здесь мы делаем безе кривую здесь сделаем ломаный безе этими точками выгибаем по нашей картинки так теперь нам нужно сделать итерации хотя адаптивный то есть не будет угловатый наши кривые безе если отключаем видите они становятся угловатые кривые здесь становится ровно так теперь нам нужно эту точку поместить ровно по 0 для этого правая кнопка мыши клацаем по этим бегункам все она выстрелилась в ноль возможно здесь на две точки так здесь нам нужно сделать более мягкий переход чтобы он не был угловатым выбираем точку и филет у нас автоматически появляются две точечки так выбираем теперь весь сплайн нам нужно его дублировать сразу же лег так как нужно значит его в пивот поинт перенесем в центр правая кнопка мыши кликаем готово теперь нажимаем на зеркало с копией выбираем как же у нас он будет копироваться так подходит теперь приоттачиваем этот сплайн таким же способом копируем наш сплайн на эту сторону зеркало выбираем проекцию нажимаем ок оттач переходим теперь в точке и смотрим у нас здесь две точки образовалась нам нужно их слить вместе нажимаем кнопку weld точка две точки слились в одну то что нам нужно то же самое проделываем с остальными точками если это нужно так появилась симметричная симметричный плоский сплайн из которого нам нужно будет сделать объем продолжаем так но прежде чем продолжить нам мы уберем вот эти вот лишние сплайны нажимаем delete все готово так теперь нам нужно будет задать высоту нашей тарелки переходим в фронтальный вид поднимаем наверх так ну зададим ей высоту ну давайте сантиметров 7 отсюда мы уже пойдем делать углубление тканьтик возможно сделаем еще да переходим не забываем сохраняться можно также делать дополнительный файл нажимаем на плюсик у нас будет тарелка еще один файл короче говоря будет повторяться название здесь поменялось тарелка 0.1 теперь итак теперь нам нужно сделать объемную модель чтобы она у нас получилась нам нужно соединить вот эти две точки выделяем выделяем наши вертексы точки и нажимаем connect зажатой левой кнопкой проводим от точки к точке так появилась у нас половинка блюда с нажимаем нажимаем правой кнопкой мыши выбираем конвертировать в editable поле у нас получилась такая вот плоскость из которой мы будем делать продолжать делать наше блюдо итак теперь нам дальше нужно сделать вот этот вот бордюр он идет немного под уклоном для этого выделяем нашу поверхность наш полигон и применяем экструд давайте сделаем сантиметра 3 так где наш x так где наш x нам нужно чтобы он вниз шел да 7 сантиметров затек минус два с половиной от вилки получилась вот 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 так из-за того что идет запись немного тормозит компьютер так из-за того что идет запись немного тормозит компьютер так переходим вид сверху отключаем отключаем реалистичный вид здесь удаляем вот этот полигон масштабируем вот эту нашу поверхность перемещаем ее в 0 включаем снова масштаб вот уже примерно вырисовалось одинаковое расстояние теперь переходим в ребра выбираем это ребро и нам нужно его выровнять по иксу проверяем по иксу делаем его ровным по иксу сейчас проверим все выдвинуть так два раза кликнуть нажать так на икс он становится абсолютно ровным и теперь выводим его в ноль нажмем право на автомышле у нас симметричная модель получилось сохраняемся катал с так возможно высоковато выделяем снова наш полигон фронтальном виде приподнимаем наше ребро где то вот так теперь нам нужно сделать еще один экструд нажмем 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 автоматически уже делает два с половиной сантиметра оставим пока мест так удаляем передородку эту и сверху включаем и сверху включаем так ну я думаю да нажимаем экструд простите масштабирование сделаем такой вот масштаб уменьшим немножко дно пускаем быть вот там да значит варками здесь пойдет узор по этому ободку вот здесь вот и здесь у нас будет плоская поверхность на которой мы сделаем вот это вот изображение что на рисунке так нормально вроде бы опять выравниваем по эксу все у нас будет все ровненько так у нас здесь получился небольшой нахлёст вот мы просто отмасштабируем чуть меньше сделаем все делаем вернемся вернемся назад немного сделаем чуть меньше вернемся по эксу то есть вот этой кнопкой мы делаем просто прямую линию а вот этой кнопкой мы выставляем ее ровно по координате x в ноль так смотрим что у нас получилось ну получилась такая у нас тарелка кнопкой G русская P мы включаем выключаем сетку вращение значит как я сейчас вращаю можно заходить сюда нажимать появляется такой вот кружок или просто зажимая кнопку alt и среднюю кнопку мыши то бишь горячие клавиши можно вращать нашу модель масштабировать саму модель имеется ввиду приблизить удалить именно саму модель зажимается Cutter alt и средняя кнопка мыши можно приближать удалять так получилось вот у нас такое блюдо для того чтобы сделать его прозрачным нажимаем alt также чтобы вернуть его в нормальное состояние alt допустим если нужно рассмотреть модель то есть то бишь заготовку которая находится снизу модели нашей картинка вот эта по которой мы делаем так так вроде бы вроде бы вроде бы все более менее нормально теперь еще нужно сделать конт кончик внизу для этого выбираем полигон и переходим конверт то есть и нет все таки выберем с вами наш полигон полигон да и сделаем кантик на котором будет стоять блюдо выберем инструмент insert выбираем толщину нашего кантика ну пускай вот такая теперь выделяем один из полигонов зажимаем shift выделяется у нас все полигоны кроме этого этот нам не нужен здесь дальнейшем мы продлим или можно даже сейчас удалим вот этот ненужный полигон delete выбираем центральную центральное ребро x и здесь в ноль выбираем наш кант делаем по другому выбираем наш кант вот жмем знаете очень нелегко записывать сразу же моделировать имею ввиду записывать видео придумать как все это будет поэтому извините бывает такое что накладки видео ну как бы это огрехи прямой записи без редактирования ладно поехали дальше так жмем экструд выдавливание сделаем такой небольшой кантик канту пускай вот так да да но нашу появилась теперь здесь вот прорезь прорезь такая прорезь выбираем наши ребра двойным кликом двойным кликом здесь не получается вот так выбрать то бишь мост посмотрим получится у нас что нибудь или нет тепло ну 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 и у нас а так значит у меня не получалось сделать обычными способами то есть бриджем не получилось соединить вот это все немножко протупил конечно если у нас такой замечательный модификатор называются шел он дает толщину наши заготовки где он находится применяем его значит здесь у нас параметры и нервам маунт и аутер то есть внутрь и наружу задаем толщину ему в эту сторону или в эту нам без разницы принципе давайте зададим вниз нет все таки он внутрь ну три десятых сантиметра так теперь сохраним с плюсом там с версия файла 3 уже нажимаем правой кнопкой мыши и применяем модификатор это был поле он сольется будет это был поле так теперь мы можем дальше редактировать нашу нашу блюда выделяем вот эти вот ненужные нам поверхности удаляем удаляем их так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я применяю сначала модификатор, а потом уже все остальное... Так, значит, применяем модификатор с вами Shell... Он дает толщину нашей модели... Продолжение следует... Пускай она будет... Три десятых... Да? Отлично... Теперь сойдем... Сольем все это вместе... Конвертируем... Editable Poly... Теперь... Давайте скроем это временно... Height... Где тут Height... Height Selection... Так... И сделаем... Кантик... Внизу... Так... Применяем... Применяем insert... Таким вот образом... Так... Эту часть... Удаляем... Тоже... Удаляем... Теперь нам нужно выровнять... По X... В 0... Выбираем нижнюю часть... Полигонов... Так... И теперь делаем... Extrude... Выдавливание... На... 0,3... Да? Да... Где-то так вот... Сохраняем... Так... У нас получилось... Пол тарелки... Удаляем... Не нужные... Нам полигоны... Так... Вот такое блюдо... У нас с вами получилось... Да... Годится... Теперь с вами... Применим... Модификатор... TurboSmooth... Несколько... Итераций... Посмотрим... Так... Но перед этим... Применим... Модификатор... Симметрия... Где у нас он есть... Вот он... Асимметрия... Переходим в Mirror... Жмем тут... Флип... Так... Ставим... Четко в ноль... Наше зеркало... Зеркальное отражение... Нашего блюда... Нашего блюда... Так... Я думаю... Я думаю... Что... Это... Ребро... Нам нужно удалить... Ремо... Потом... Точки... Сделаем... Велд... То есть... Сольем их вместе... Если есть... Неслитые... Здесь... Выбираем... Ограничения... На целых... Одна сотая... И... Применяем... Вроде бы все в порядке... Так... Давайте с вами... Значит... Проведем... Еще одну линию... Здесь... Угу... Insert... Это... Делается... Для того... Чтобы появилась... Жесткость... При применении... Модификатора... Турбосмоса... Смотрим... Рендер... Такие... Еще там есть... Артефакты... Так... В общем... Первый вариант... Модели... Не получился... В связи с тем... Что... Как мы... Помним... У нас... Был такой... Вот... В центре... Модели... Нету... Соединительных... Орёбер... И... Поэтому... У нас получается... Артефакты... Ужасные... Это... Не годится... Чтобы их... Соединить... Это... Нужно выделять... Все точки... Нажимать... Connect... И... Короче говоря... Я это... Дело... Забросил... И... Сделал... Совсем... Другую... Модель... На... Которую... Прошло... Не так уж... Многое... Времени... Вот... Она... Как выглядит... С... 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 И... Без... С... Теперь... Артефактов... Нету... Как мы... Видим... И... Модель... Выглядит... Просто... Замечательно... Так... Значит... Теперь... Мы... Ей... Применим... Модификатор... Симметрию... Симметрия... Симметрия... Выбираем... В какую сторону... Убираем... Мирор... Так... Вот... Это... Ребро... Не по центру... Симметрия... у чем стало ровно также как ставим получилось у нас такое блюдо выделяем этот модификатор и collapse to с коллапсом в басмус можно добавить итераций посмотрим на рендере вроде ничего смотрится так теперь попробуем применить модификатор shell применяем shell запомнил сразу целых три десятых как мы делали отлично блюдо смотрится просто замечательно замечательно так так солидная давайте сейчас перезапишем save as сколапсим модификатор вводить табл поле удаляем смуз конвертируем в editable поле применяем модификатор turbo smooth заново добавляем итерации почему это сделал потому что в editable mesh я не люблю работать я больше всего люблю работать в editable поле здесь больше функций ну и просто привык так наша тарелочка давайте теперь сделаем еще и кантик все таки надо было включить чтобы не зеркалило так нормально теперь делаем insert 0,4 убираем образовавшийся конт экструд экструд 30 так кантик есть отлично отлично смотрим теперь хорошо един кант и теперь нам нужно сделать более четкие грани наши тарелки да и похоже нужно слить некоторые точки выделяем все точки нажимаем weld и видим и видим ну вроде все в порядке 330 330 где 5 6 10 7 все правильно выделяем нашу бандук применим применим чемпир скос целых одна сотая допустим смотрим что получилось получилось отлично ровная грань то что нам нужно снимать давайте посмотрим на нашу картинку давайте посмотрим на нашу картинку где я ее спрятал-то вот она чуть ниже ее да, и вот внутренний кант тоже он более резкий мы сделаем то же самое выделяем наш бордюр этот весь проверяем, чтобы лишнего ничего не выбрали здесь делаем чемфер я думаю здесь можно побольше сделать можно даже две линии провести заглянем на что оно похоже стало здесь видно артефакты сразу там раздвоились точки скорее всего да видите что здесь происходит поэтому нужно два сделать нужно один давайте сделаем один выбираем теперь под объекты точки и сливаем их с рядом стоящей точки чтобы не было треугольников таргет твой кнопка и сливаем и сливаем вот так сохраняемся рендерим смотрим на нашу тарелку хорошо теперь можно попробовать сделать более четким вот эти вот грани давайте давайте попробуем чемфер нажимаем чемфер и смотрим на результат вы знаете по моему очень похоже даже на то что у нас на картинке там делаем копию да и все присутствует тоже он более четко выделено дно давайте тоже проделаем и здесь выделим наши линии и здесь тоже двойным кликом попробуем именить не то чемфер здесь отлично квадрат получается смотрим на результат более четкие грани практически здесь нет да здесь плоское дно так как и нужно можно сделать чуть по шее четыре допустим вот так четыре десятых тридцать тридцать триста тридцать две тысячи сантиметров более гладкое получилось давайте на этом остановимся да пускай будет так хорошо так сохраняемся вот наша тарелка и на этой заготовки мы будем делать наши узоры что мне кажется слишком выделяется так вернемся назад точками точками немножко более плавный переход более плавный переход вот так применим чемфер Турбосмуз смотрим, чем больше сделаем, чемфер, ну вот, отлично. Применяем, сохраняем, так, на этом наша работа в 3D Max окончена, единственное, сейчас проверим, в каких координатах находится наша заготовка, правильно она стоит или нет, если нужно, то добавим ей. Ага, вот видите, по высоте неправильно. Так, высота нашей модели. Выберем точки, смотрим. Вот наша высота модели, копируем, переходим в эту вкладку, пивот поинт. И не сюда. Тоже не сюда. Так. Вот наша значение. Так, снова надо пивот поинт, поместить, должно получиться, да, вот получилось. Теперь мы выравним ее по нолям. Все. Наша модель стоит по нолям в координатах со значением 0. Так, сохраняем. Сделано, в всяких случаях, копию, клон, копия, окей, и поместим его, допустим сюда. Так, сохраняемся. Теперь нам нужна наша модель подготовить к программе Artcom. Продолжение следует. Продолжение следует...